За ее спиной любимая школа, учителя и ученики, которые в нее поверили, а значит отступать некуда. Директор гимназии 133 Оксана Терина будет представлять Самару на всероссийском конкурсе «Директор Года России». Оксана Радиковна рассказывает, за годы работы на руководящей должности удалось создать надежную команду единомышленников, с которой не страшно покорять любые горизонты. Для меня школа – это среда, в которой есть дети, родители, учителя. И если не будет взаимодействия, то не будет таких успехов. Наша школа постоянно участвует во всех мероприятиях – и региона, и всероссийского уровня. И эти мероприятия – они совместные. Все места наши призовые, которые мы получаем на протяжении последних трех лет, а это достаточно высокие и значимые достижения. Это только благодаря слаженной команде наших учителей, родителей и детей. Из стен гимназии, расположенной на Металлурге, выходят будущие учителя, врачи и филологи, говорящие на нескольких языках. Работающие здесь педагоги рассказывают, что это уникальное учреждение, отличительными чертами которого являются системный подход к организации образовательного процесса и высокие результаты, и верят в победу своего руководителя. Наша Оксана Радиковна, она очень энергичный, очень целеустремленный, человек открытый всему новому, такой, знаете, настоящий энерджайзер, которому нам постоянно приходится соответствовать. Мы очень за нее болеем, очень переживали на всех отборочных этапах. Ну, конечно, переживаем, волнуемся, держим за нее кулачки, за ее победу в Москве. Мы все переживаем, конечно, поддерживаем ее, и все коллеги, дети, жители нашего такого царства-государства 133, несомненно, поддерживаем нашу Оксану Радиковну. Мы подключились к акции «Флэшмоб» в поддержку нашего директора. Это и совет гимназистов, и отдельные классы, мы снимали ролики, записывали слова поддержки в адрес нашего директора. По словам учащихся, 133-я гимназия дает отличный старт, особенно тем, кто занимает активную жизненную позицию. Благодаря школе я по сей день участвую в форумах, всероссийские окружные этапы, городские этапы, различные мероприятия, слеты. Именно благодаря этому я в школе участвую и хорошо провожу активную жизнь. Как ученик я могу сказать то, что Оксана Радиковна ведет у меня информатику, и это большая находка. Потому что Оксана Радиковна умеет преподнести материал. Я понимаю любую тему, которую она объясняет. Конкурс «Директор года России» проходит второй год. Его учредило Министерство просвещения Российской Федерации. Он состоит из двух этапов – отборочного и финального. На отборочном этапе в этом году встретились 600 конкурсантов со всех регионов России. В режиме онлайн они демонстрировали свои достижения и решали тесты. В финал вышло 30 человек. В том числе и директор гимназии 133 Оксана Терина. Трудности, или мне удобно называть это задачи, они есть всегда в любом деле. И тем более, если это дело очень интересное. А конкурс – это всегда интересно. А задачи в нашей жизни, они все решаемы. В конце сентября в Москве состоится финал конкурса, где участники покажут видеопрезентации и расскажут о своем опыте. После чего им предстоит решить кейс совместно со своей управленческой командой. Итоги конкурса «Директор года России» подведут 5 октября, в День учителя, в Кремлевском дворце. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.